Приветища! Это Darkriddle 2 истории. Напоминаю, что здесь мы проходим сюжетную линию, миниатюрную сюжетную линию, в которой есть 5 историй. В прошлых историях мы открыли костюм балерины. Ох, как это смешно смотрится. Надеюсь, что сосед будет сегодня в нём. Давай же посмотрим, какие истории ждут нас сегодня. Это 5 историй про выходные. И первая из них — зубастый бассейн. Ого, у нас появился новенький магазин здоровенный. И бассейн огромный сосед себе отстроил. Ничего себе. Это именно соседские или сюда могут все ходить? Что, здесь ещё новенького у нас появилось? В принципе, вроде ничего. А вот и пираньи в канализации. Кто ж их туда запустил? Какая она злобная и зубастая. Ну что ж, приступим. Найди способ испортить соседу отпуск. А, у него отпуск. У мистера Брэнси, вероятно, что-то найдётся. Ну хорошо, пойдём зайдём. Мистер Брэнси, здравствуйте, давно у вас не были. У вас тут что-то есть, что мне должно помочь. Не подскажете, что? О, якорь какой здоровенный, золотой. Откуда ты его достал, мистер Брэнси? Сачок! Точно, сачком можно пиранью достать. Давай его возьмём. Пригодится. Забираем, значит, сачок. Найди ведро для пираньи. Мистер Брэнси, у тебя тут нет, случайно, ведра? Вот я вижу ведёрко из попкорна, но оно не подойдёт. Ведёрочка, где бы оно могло быть? Где мы можем достать с тобой ведро? Ну пойдём, пройдёмся по улице. Может быть, мадам Агата расположит к себе и даст нам по доброй воле ведёрко. Но я не вижу у неё на дворе ведра. Пойдём посмотрим бассейн, что он из себя представляет. Магазин, конечно, тут шикарный отстроили. Здоровенный. Сосед, привет. Можно я покупать? Нет. Сосед, походу, сюда вообще никого не пускает. Злобный соседушка. Один из самых злых соседей среди соседей. Ладно, он от нас отстал. А это у нас что такое? Что-то новенькое. Автомат по выдаче каких-то бутылок увеселительного или что? Почему парень на ней наклеен весёлый? Ладно, с этим мы разберёмся чуть позже. Я всё равно взаимодействовать с ним не могу. Где же может быть ведро? О, на ферме. Вполне может быть у Питера ведро. Корол, привет. Я забираю бластер. Может пригодится. У тебя тут случайно нет ведра? Питер, ты ведро нигде не спрятал? Нет, по всей видимости, у него нет, раз он молчит. Ладно, пойдём тогда к соседу. Забежим по пути к Мэри и к нашему мистеру Цау. Цау, привет. Ведро не продаёшь? Видимо, нет. Может, в большой магазин сходим? Там наверняка продаётся много всего. А, он закрыт. Сосед, у тебя тут у бассейна нет случайно ведра? Мне буквально на чуть-чуть. Да, басик тут, конечно, роскошный. Спасательный круг. Давай вокруг тут быстренько пробежимся, посмотрим, что есть. Ласты. Хм. Ласты в бассейне. Ну, такое, сомнительное. О, туалет. Туалет. Открыть нельзя. Он заперт для меня. Видимо, только для взрослых. А тут роскошно. Ничего себе, прикольно местечко себе отстроил сосед. Гриль, ты посмотри. Тут мясо можно жарить. Пойдём посмотрим, что там в баре есть. Там прикольный такой бар. Может, сок и нальют. Песочница? Забавно. Так, что в баре есть? Есть ведро, товарищи. Мне, в принципе, напитки не нужны. Только ведро. Нет, ведра нет. Что ж, тогда бежим к соседушку. К соседу. Уверен, что у него что-нибудь на заднем дворе найдём. Но прежде чем туда идти, давай зайдём всё-таки в дом. Например, в ванную комнату. Вполне реально, что там может быть ведро. Ванная, ванная, ванная. Ведёрочка есть здесь? А, здесь только корзина для грязного белья. А это у нас что за приблуда на заднем дворе? Газ, что ли? Ничего себе. Ладно, значит, ведро. Возможно, в сарае. Нет, в сарае не шиша нет. Нет, тогда единственное место, которое осталось, это вот сюда. Если и здесь не будет, ну я тогда вообще не знаю, где искать это долбанное ведро дырявое ржавое. Ну серьёзно, куда его ещё могли спрятать? Опа, а вот и ведро. Но оно под замком. Неужели сосед пронюхал наши делишки? Ключ лежит на кухне соседа. Ну я аж там мимо пробегал, вроде не замечал. Ну вот, время кончилось. Но зато мы знаем, куда сейчас бежать. Поехали! Значит, сперва нам нужно до мистера Брэнси добежать. Взять у него сачок. Мистер Брэнси. Это чёртово барахло твоё. Зачем ты весь свой задний дворик захламил барахлом всяким? Мистер Брэнси, убери. Всё, 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 всё. Совочек. Нет, а совочек этот. Как она? Сачочек. Совочек, сачочек. Значит, заходим. Сразу же бежим внутрь. Ключ надо сперва найти. Открываем. Сейчас совок уберу. О, блин, совок. Сачок. Да что ж такое? Почему совок? Непонятно. Ключик. А он на столе лежит. Шикарно. Всё, теперь на задний двор. Быстрее. Откроем замок, забираем ведро и бежим к пиранье, который возле канализации открытый. Ведёрочка, ты ждёшь меня? Я слышу, как ты трябещишь. Как ты звенишь своим металлом. Я уже близко. Вот. Открываем замочек. Чпинг. Готово. Я всё взломал. Везде проник. Забираем ведро. И теперь попробуй поймать пиранью. Да легко. Учитывая, что я постоянно сачок называю совком, то я совком и поймаю. Осталось только доковылять до того места. А оно, в принципе, рядышком с Марией. А, Мэри. Мэри. Ну, Мария Мэри. Это одно и то же почти. Пиранья, где ты? Я с ведром пришёл. А пиранья-то и нет. Чё, просто по воде? А, всё. Начинаем ловить. Так. Будем сейчас водить по дну канализационному. И выщупывать пиранью. Кажется, я что-то нащупал. Так, так, так. Давай её тащить. Тащим и... Есть! Случайно открыл рюкзак. Ты поймал пиранью. Ведро с ней, чё-то там. Подкинь пиранью в бассейн к соседу. О, Кань, я бегу уже. Я так хочу это сделать. Я так это долбанное ведро искал, что наконец-то хочу его вытянуть к соседу. Вместе с пиранью. Значит, берём ведро. У-у-у, какие зубы у пиранья. Сосед! Как вылить-то? Просто кинуть ведро? Ну да, прочь простого. Не можешь вылить, так просто кидай вместе с ведром. О, здесь вылил. Ой-ой-ой, ёженьки. Чёрт подери, сосед в шоке. А-а-а! Хе-хе-хе, за жопу укусил. Нормально. За эту миссию мы получили одну звезду и 14 голден-эпплов. О-о-о, чил. Чили-ти-ду. Такой кабан. В бар пришёл. Ага. Узнаешь, что делает сосед. Да в лёгкую. Нам вроде даже сейчас показали, что он в бар шёл. Но мы сейчас подглядим своими глазёночками. Зеньками. Ну... А, так вон он. Он не в баре. А теперь в баре. Странно как. Ну ладно. Он умеет телепортироваться. Он пьёт коктейль. Охлаждается. Найди слабительное для соседа. Ммм... И где может быть слабительное? Как ты думаешь? Пойдём... А, вот автомат подсвечен. Это слабительное. Торговый автомат. Его надо взломать. Но это просто бредячер. В торговом автомате прокладываем трубопроводные трубы, чтобы взломать автомат со слабительным. Вышка идиотизма. Ну ладно. Это всё-таки детская игра. Мы взломали. Забираем слабительное. И теперь идём ломать туалет. Ну туалет мы знаем где находится. Мы в прошлой серии тут всё оббежали. Всё смотрели. Ты видел? Тут песочница появилась. Её, по-моему, раньше тут не было. Она была с другой стороны. Ну ладно. Вот он, тубзик. Мы его ломаем. Видимо, чтобы сосед в него не смог попасть. Всё. Я сломал туалет. Не открывая его и вообще ничего не делая. Я просто нажал на него и он сломался. Теперь нам нужно подлить слабительное. В тот коктейль, который пил сосед. Ух ты. Я плаваю. Но не плаваю, а бегаю по бассейну. Ну ладно, пусть так. Всё. Подливаем, значит, слабительное. Ммм, вкусно как, да? Ой, как в животе заурчало. Разбивается коктейль. Боже мой, как ему плохо. Давай, скорее, скорее, скорее. А здесь заперто. И чё делать? Ой, это больно. Чёрт подери. Я бы после этого нас дико ненавидел. Значит, у нас три звезды и 14 голденэпплов. Оу, еее. Водяные гонки. И как-то сосед с нами согласился посостязаться. Мы-то молодые. Мы увертливые и шустрые. А этот старик... Опа, да? Он мины кидает. Ты прикинь. Короче, у нас есть возможность стрелять. Еее, мы его обогнали. Короче, мы подбираем какие-то штуки, типа стрелять. И я видел ещё бомбочки. Видимо, мы можем мины оставлять. Причём слева ты можешь заметить, у меня 5 из 5 жизней. Ооо, ты теряешь здоровье. Тут ты чё, офигел сосед у меня стреляет. А у соседа 15 из 15 и здоровье. Но он же кабан, соответственно, у него и здоровье больше. Но это не честно. Ты видел, он только что мину оставил. Вот негодяй. Так, я тоже хочу мину оставить. Вот. Надеюсь, он попался. Да, он подорвался. У него 14 из 15 теперь здоровье. Чёрт! Я прям на мину подлетел. Я думал, там можно взять стрелялку, а там мина была замаскирована. Опасно это всё. Ага, вот я сейчас стрельнул лучом из воды. И сосед тоже стреляет. И я вот тоже ещё распульнул. Берём бомбочку. Сейчас её оставим. Чёрт, сосед у меня обогоняет. Я так понял, мне нужно первым прийти. У нас уже 2 из 3 круга пройдено. Сейчас, получается, третий идёт. И мне нужно первым прийти. Оставил бомбу. Берём стрелялку. Нет, не получалось здесь стрелялку. Так, так, так. И финиш должен быть ватухлот. На развороте. Ну-ка, я первый должен быть. Я первый. Захожу и... Ну, всё, мы выиграли. Круто. Я облил соседа, и он утопился. А ещё я облил его. Сосед сбешён. Цель достигнута. Одна звёздочка у нас. И 29 голден эплов. Чё это ты делаешь? Крутит какой-то вентиль. Стейк берёт. А, он сейчас, походу, гриль будет делать. Ну, точно. Ммм, вкуснятина какая. Классический барбекю. Найди разжигатель. О, блин. Вот меня больше всего вот это вот бесит. Когда чё-то нужно найти. Тут такая карта большая. Пойдём к мистеру Брэнси. Тут у него наверняка завалялся разжигатель. Тут куча всего. А вот, собственно, вот. Это... Да, это он и был. Найди газовый распределитель. Газовый распределитель был на заднем дворе, по-моему, соседа. Когда мы искали ведро, я обратил на это внимание. Так что пойдём туда. Кстати, разжигатель очень похож на барбекюшную вот эту вот упаковочку. Вот он. Вот она, тут регулятор. Наверное, сюда надо. Всё, я что-то там сделал. Пошурудил. Найди гаечный ключ. А, нет, не сделал. Надо гаечный ключ найти сперва. Ну, скорее всего, гаечный ключ здесь наверху. Поскольку сосед не заморачивается с прятками и прячет всё в одних и тех же местах, я думаю, что гаечный ключ здесь... Сейчас посмотрю. Прикинь, нету. Нету. Удивил, удивил. Выкинул разжигатель. Вот, нельзя это терять. Это мне пригодится. Ладно, тогда, возможно, гаечный ключ лежит в сарае. Пойдём заглянем. Ну, как бы, можно предположить. Сейчас барбекю уберу. Вот он, гаечный ключ. Заблокируйте газ соседа. Сейчас легко сделаю. Перекрываем вентиль. Где это надо только сделать? А, вот. Так. Он жарил, и у него огонь прекратился, потому что я газ перекрыл. Он взбесился и бежит открывать газ. Подмени соус на разжигатель. Ого, что сейчас будет-то? Значит, перепрыгиваем. Сосед через бассейн плывёт разбираться, чё там случилось. А я здесь. А я-то здесь. Сейчас всё намутим. Вообще, в лёгкую подмена произошла. Сосед расслабленный идёт делать себе место. Ой-ёй-ёй. Оу-у-у-у-у-у. Жёсткая подстава. Итак, мы получили за это одну звезду и 14 яблоков. Ну, неплохо. И что же у нас будет в пятой миссии? Ох, как он элегантно запрыгнул в бассейн. Пловец, пловец, ничего не скажешь. Вентиль. Посмотри, чем занимается сосед. Опять. Мне не надеело уже подсматривать за ним. У меня что, других дел нет? Там, в школу сходить. Не знаю там. Осторожно, сосед не даст пройти к вентилю. Отвлеки его. Осмотри двор Брэнси. Как-то куча надписей появилась. Как будто подсказки какие-то включились. Ладно, бежим к мистеру Брэнси. Сейчас посмотрим, что у него там во дворе. Найди коробку с фейерверками. Что? По-моему, это подсказки какие-то активировались. Вот, коробка с фейерверками. Найди зажигалку. Проверь сарай. Странно как-то. Очень странно. Найди зажигалку и сразу же проверь сарай. Ну ладно. Так неинтересно. Ну, допустим. Бежим, значит, в сарай. Там лежит у нас зажигалка, получается. По логике вещей. Раз сама игра нам подсказывает. Я бы, если честно, не было подсказки. Отправился бы на кухню искать зажигалку. В сарай. Вот она, зажигалка. В сарай в самый последний момент. Установи фейерверк. Где? Будет еще одна подсказка. Где мне установить фейерверк? Возле бассейна? Ладно. Все, что-то я это слишком расслаблен. Вот, сосед нас запалил. Все, видишь, подсказок нет. У меня мозг отказывается думать. И я такой, о-о-о, а где установить фейерверк? Так что лучше все делать без подсказок. Я бегу, бегу, бегу. Так, я видел там желтое пятно. Все, сосед отстал. Вот оно, это желтое пятно. Ну, походу сюда надо фейерверк кинуть. Давай, закидываем. Подожги фейерверк. Легко. Ничего, что он вверх ногами? Уху, с Новым Годом! С Рождеством! Сосед такой, не понял, кто это возле моей хаты фейерверк пускает. Быстрее беги к вентилю. Бегу! Взаимодействуй с вентилем. Странно. Походу тут, короче, вот эта миссия какая-то сломанная или что? Сосед, привет! Черт, он за мной ввязался. Он понял, что это я фейерверки пускал. Интересно, успеет добежать до вентиля или нет? Он прям за спиной. Уху, 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 опасно. Ныряем. Так. Где там сосед? О-о-о-о! Прямо возле него пробежал. Он мог меня поймать, но что-то не поймал. Все, я успел к вентилю подбежать. Он ныряет. Интересно, а что делает тот вентиль? О, а я здесь стою. Такой каратыш. Такие глаза здоровые. Они у меня из орбит вылезли. А-а-а, это спускатель воды. Ну вот и прощаемся мы с соседушкой. Его унесло на дно. Что, все? Одна звезда и 14 яблок. Ну что, я тебя поздравляю. А, подожди, нет, еще подарочек надо открыть. Что тут у нас? Новый костюмчик называется Рыжий. Ну, такой себе. Костюм балерины был намного круче. Кстати, почему-то сосед, ну, потому что бассейн, он был в трусах, поэтому и не было костюма балерины. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайки и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Увидимся в следующих роликах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова